Прожиточный минимум должен быть неприкосновенен для судебных взысканий. С таким революционным предложением выступил областной полномоченный по правам человека. Сергей Бабуркин инициировал внесение изменений в федеральный закон об исполнительном производстве. Суть его предложения сводится к тому, чтобы при взысканиях по судебным исполнительным листам у человека оставались деньги в размере прожиточного минимума. То есть он станет законодательно закрепленной неприкосновенной суммой. Сейчас таких ограничений нет и малоимущие, к примеру, пенсионеры, задолжавшие банком, вынуждены расставаться зачастую с большей частью своих доходов, которые и так минимальны. Инициатива областного омбудсмена уже рассмотрена на комитете областной думы. Теперь ее предстоит обсудить всем депутатским корпусом. После этого Ярославская дума может обратиться в федеральную с предложением корректировки законодательства. Судебные приставы могут взыскать до 50% совокупного дохода должника. А если этот доход 10 тысяч, 50% взыскивают, остается 5 тысяч. Это ниже прожиточного минимума, установленного в нашей области. Это разного рода выплаты, назначенные по суду. По разным обстоятельствам люди оказываются обязанными выплачивать по исполнительным листам. Но при этом важно, чтобы у них, у самих, какая-то минимальная сумма денег оставалась на жизнь.